А скандалившаяся Лайма Вайкуле написала обращение. И вот что она написала. Дорогие друзья, коллеги, всех, кого я люблю или кого я не очень люблю, всех, кто любит меня, я вас всех поздравляю с Рождеством. После Рождества пусть ваши дни будут белыми, чистыми, светами, солнечными. Одним словом, я вас всех очень люблю и поздравляю. Будьте здоровы. Значит, она продолжает говорить на русском языке, поёт на русском языке, хотя обвинения в сторону России выглядят двусмысленными. Её критиковала, значит, Мария Захарова, Антонов, Юрий Антонов, Илона Броневицкая. И я добавила, я сразу сказала, что у неё не всё с головой в порядке на старости лет. Она настолько наговорила, как говорится, что она содержала, вот это вот чудище, вот, содержала, оказывается, Советский Союз. А вы-то не знали. Вот. И что же тут говорится? И решили проверить, чем же владеет, вот, вот, Вайкуле в России, чем эта дамочка владеет? Вот. Значит, чем же эта Вайкула-то владеет? Она владелица... Чего она владеет? Так, сейчас посмотрим, чем она владеет. А скандалившаяся Вайкуле, содержавшая весь СССР. Значит, выяснилось, у гражданки Латвии в России сегодня есть бизнес, бизнес-интересы. Она, значит, на Украине размахивала украинским флагом на концертах. А что же у неё есть? Владеет активами в Москве через своё латвийское юридическое лицо. Ну, значит, что же у неё есть? Так. Что у этой дамочки есть? Значит, в 1993 году в Риге бизнесмен Шарас Мамедов и Лайма Вайкуле создали компанию Лайма Лахгрупп, который, в числе прочего, занимается различными услугами. Не буду говорить. Значит, в августе 2022 года компания Вайкуле передала якобы долю участия в компании Лайма Люксрус основному учредителю Шарасу Мамедову. 6 декабря 2022 года владеют активами Шарас Мамедов доля 51% и компания Вайкул С49. Никаких передач долей в августе ничего не было. так что нет ничего о том, что она передала якобы свою долю. И она в России имеет долю, зарабатывает и ещё что-то говорит. Не платит налоги, не платит там, оказывается, на неё уже подняли дело у себя на родине и говорят о том, что ей придётся выплачивать кучу денег. Вот, дорогушечка, лаймочка, 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 вайкулочка, да, плакаться ты умеешь хорошо. Вот, лаймочка, вайкулочка. Вот, зарабатывала она, вот, 17 рублей, всё сдирали с неё, вот, платили ей только 17 рублей. А тогда откуда у тебя бизнес-то в России? Откуда у тебя бизнес там, в Латвии? Откуда у тебя эти деньги? Откуда у тебя особняк? Откуда у тебя машины дорогостоящие, дорогушечка? Вот, вруша ты ещё та. Жила бы, жила себе, молча, как говорится. Никто б тебя не трогал, забыли бы про тебя. Нет, тебе на старости лет захотелось высказать своё мнение. Вот и получила теперь, получай теперь по заслугам. Теперь тебе сполна всё, как говорится, всё, за каждое твоё слово, которое ты сказала. Вот, слово не воробей, вылетит не поймаешь, раскормила СССР. Так что давай теперь плати налоги. Ты зарабатывала много, теперь плати за всё налоги. За всё будешь отдуваться, дорогушечка. Да, я так думаю, что и Алла Пугачёва с тобой уже не будет дружить. Вот это моё такое мнение. Потому что ты не только себя предала, но ты и подставила Аллу Пугачёву, потому что она наверняка не такого мнения. Вот. Так что, дорогушечка, не знаю, откуда ты, кто тебя, как говорится, поднимал вверх. То ли Раймонд Паулс тебя это поднимал, вытащил из кабаре. То ли правительство решило на тебе, как говорится, въехать в рай. Вот. Поэтому ты в России зарабатывала, вот. Не знаю, кого ты там кормила. Но придётся сейчас все налоги платить, и ты получишь по заслугам. Подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии, и будете в курсе событий, что происходит в нашей стране и за рубежом. А кто хочет помочь развитию канала, под роликом «Расчётный счёт». Я не гадалка, не предсказатель, но я хочу сказать, что Лайма получит за каждое слово. Каждое слово будет налогом обложено. Вот так-то Лаймочка в айколочке.